Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Засыпкина. Я художественный руководитель творческой мастерской в рамках проекта «Активное долголетие». Сегодня мы с вами окунемся в прекрасный мир творческой фантазии. Мы будем с вами творить и прикасаться к тем древнейшим старым нашим традициям русским, которые наше взрослое поколение будут передавать своим детям. Может быть, бабушки, может быть, дедушки, также мамы и папы смогут показать и рассказать своим деткам, как раньше на Руси делали русскую игрушку. Русская кукла. Это действительно очень широкое, очень объемное название. Нельзя сказать, что делали куклу такую. Может быть, сделать из соломы? Нет, может быть, сделано ее из ткани. Может быть. Может быть, просто из одного кусочка ткани, ничего туда не привнося. И такую куклу делали. И какая же богатейшая история куклы. Детки делали куклы не с самого рождения. Где-то с 4-5 лет ребенок сам начинал делать куклу. Но обучали его действительно взрослые. Первая кукла у ребенка была, конечно, раньше, чем 4-5 лет. Делали такую куколку. Самую простую. Она была самая любимая. Но когда ребенок ходил, а если он лежал в колыбельке, делали совсем маленькую куколку. Делали куклу, которую подвешивали над кроваткой. Действительно, делали разные формы. В форме птичек, в форме колокольчиков. Но всегда кукла несла действительно очень большой смысл. Не просто так. Закручивали. Казалось бы, что в кукле? Ну, простая, ну, коса. Эту куклу дарили девушке. Для того, чтобы после свадьбы у нее была богатая и крепкая семья. Называется кукла Доля. Разные куклы. Кукла, например, такая. Маленькая, невзрачная. Называется зайчик на пальчик. Это действительно кукла, которая одевается на пальчик. В нее играли детки. И получается, ребеночек был не один дома. Он разговаривал с этим зайчиком. Делился самым сокровенным, самими своими желаниями и мечтами. Делал он потом сам. Но вначале такую куклу делали взрослые. Есть необычная кукла. Казалось бы, с руками. Если у нас зайчик без ручек, то эта кукла с руками. Но у этой куклы есть секрет. Мы с вами обязательно обратимся к нему и сделаем. Это кукла для того, чтобы туда прятать пасхальные крашеные яйца. То есть эта кукла была подарок. Специально такая очень красивая подарочная упаковка для такого праздника. Была кукла другая. Была кукла капустница. Специально делали в сентябре. Для того, чтобы было много капусты. Это к Василию. Тоже очень интересно. Была кукла для того, чтобы было очень много деток. Она у меня есть в корзинке. Специально. Если вы видите, как раз очень-очень много маленьких деточек. Была специальная кукла. Маленькая. Она умещалась как раз в ладошку. Именно ребеночек держал ее в руке и всегда был с ней рядом. Но были куклы, которые быстро выходили, не были такие нарядные, красивые, быстро пачкались, заменяли другими. Ведь они сделаны из маленьких, небольших лоскуточков, которые есть дома. Сейчас мы с вами сделаем куклу. Она необычная. Казалось бы, у нее юбочка есть. У нее есть косынка. И у нее есть маленький узелочек. Так вот, в этом узелочке, что же там делать? Зачем нужна кукла была с узелочком? Называется она именно кукла в дорогу. Подорожница. Для чего надо было? Говорили в старину. Скатертью дорога. Дорога должна быть ровная, гладкая, безо всяких приключений. Для того, чтобы делать такую куклу, нам понадобится небольшое количество маленьких лоскуточков, которые обязательно есть у вас дома. Показываю. Небольшой, можно и меньше. Если есть поменьше, даже удобнее будет поменьше. Все зависит от того, как ваши ручки, пальчики умеют крутить узелочки и завязывать такие тряпочки. Небольшой кусочек. Потом, подлиннее, можно выбирать нарядную, потому что из этого кусочка ткани, где-то 20 на 10, у вас будет юбочка. Здесь вы можете применить всю вашу фантазию. Хотите цветочки сверху, у вас юбочки будете, хотите снизу, как вам больше нравится. Обязательно косынка. Косынку выбирайте яркую. Косынка была очень серьезным выбором в одежде, потому что она была на голове у девушки и у женщины. Это действительно подчеркивало ее красоту. Здесь вот вы обязательно должны уделить внимание. Из вот этого лоскуточка мы сделаем с вами ручки. Здесь вот любой цвет, который вам больше нравится. Шелковая атласная ленточка для того, чтобы подчеркнуть как раз лицо. И из того, чтобы сделать голову, нам нужна белая ткань. Здесь у меня розовая, но мы сделаем более красивую, более нарядную. Сделаем из белой ткани. Вначале мы с вами сделаем кузовочек. Что же в кузовочек клали? Как рассказывают вообще все предания русские, что помогала всегда нам русская земля. В кузовочек клали землю именно с порога, которая помогала во всех бедах и невзгодах. Сейчас поменялось, и мы с вами для того, чтобы дорога у нас была гладкая, можно использовать любую крупу. Мы берем кусочек ткани и берем щепоточку гречки. Все зависит от того, какой у вас будет кузовочек. Большой или маленький, кому как больше нравится. Кто-то любит большой, давайте посмотрим. Получается? Ну, маловато. Давайте добавим еще. Еще давай побольше, у нас будет такой большой. Если у кого-то нет гречки, можно любое пшено добавить, любую крупу, которая у вас имеется. Мы берем ниточку. Ниточку я взяла яркую, потому что, чтобы ее было лучше видно. Чтобы правильно закрутить, причем не использовали никогда ножницы, всегда обрывали. Но так как у нас ниточка толстая, будем использовать ножницы. Мотать всегда надо веревочку от себя, чтобы это не привлекало никакую беду. Вы берете маленькую веревочку, цепляете, получается, кузовочек, и крутите от себя. Все числа, все говорят, сколько раз крутить. Всегда крутили 3, 5, 7. То есть удобнее 3. Ну, мы можем 5 закрутить для того, чтобы это было покрепче. У нас остался маленький хвостик. Мы обрезаем и завязываем. У нас получается очень плотный и красивый кузовочек. Это мы сделали. Теперь нам нужно сделать голову. Из такого квадрата, где-то 10 на 10, белой ткани, мы делаем голову. Для нас нужно вату. Но все зависит от того, как вам больше нравится. Кто-то большую голову любит, кто-то маленькую. Но она должна быть, действительно, голова. Она должна быть набита плотно. И вы пробуете, помогаете ручками таким образом, чтобы у вас голова получилась. Действительно, очень такая тугая и красивая. Так, берем ниточку. Так же цепляем пальчиком и закручиваем от себя. Все ему не надо. Куточка. Здесь можно побольше. Узелочек, чтобы держался, можно не завязывать. Он и так будет у нас крепко держаться. Получается таким образом. Сделали. Все подготовили. Теперь юбочка у нас здесь. Косаночка нам пока не понадобится. Мы делаем ручки. Самое, наверное, сложное из того, что нужно. Лицевая у нас будет лежать вниз. Мы собираем таким образом полосочку. Вот все самое сложное сейчас покажу. Получается полоска. Вот таким образом. Нам надо завязать узелок. Обыкновенный узел, который мы знаем. Но узел у нас должен получиться плоский. Ну, уголочек немножечко сделаем. Получается вот такая птичка. И птичка эта будет как раз сложенной ручки. В этой кукле никогда руки не делались в разные стороны. Как, например, вот на покоснице сделали. Теперь самое главное – все это собрать. У нас получается голова. Голову мы вниз. У нас юбочка. Ну, выбираем, например, таким образом, что узор идет в эту сторону. У нас она должна получиться так, что выходит юбка и ручки. Значит, что мы делаем? Ручки к голове. Вот таким образом. Вверх собираем. И сверху закручиваем юбочкой. Закрутили. Ее не видно. Она как будто колокольчик у вас получается. Плотненько-плотненько. Ну, потом ее, юбочку снимем. И у нас она получится как нужно. Так, получилось. Теперь ниточкой, так же, как я вам объясняла, наступили на ниточку и покутили от себя. Вот, все. Можно так. Теперь вы, как колокольчик, снимаете эту юбочку, и у вас получается куколка с ручками. Он почти готов, но нашей красавице не хватает головного убора. Что мы делаем? У нас есть красивая ленточка. Мы завязываем таким образом, чтобы она как раз чуть-чуть выглядывала из-под косыточки. Завязали узелочек от нашей ручки. Это все можно подвинуть. Здесь аккуратненько, потому что, да, мы хорошую сделали куколку. Она у нас очень-очень красивая получается, и вот у нас скользит. Но все зависит от ткани. Теперь надо одеть платочек. Платочек никогда не делали, чтобы торчал край. Обязательно это все убирали, все подгибали. Подогнули и одели косынку. Но, смотрите, не косыночку. Обязательно убирали все волосы. Все волосы убраны – это как бы признак и хорошей хозяйки. И если все волосы убраны, абсолютно убраны, это признак замуженной женщины. Только косы насильные, а столько девицы красавицы. Завязали. Перекрестие сделали и завязали сзади. То есть у нас получается, платочек завязан сзади. На один раз не надо узелочком делать. Все достаточно мягенько делается, чтобы, если что, мы можем с вами всегда исправить. А теперь мы подорожницы нашей вручаем наш кузовочек, в котором у нас есть крупа, на дорогу. И вот таким образом. Можно его закрепить, можно прям в ручке сделать, можно, чтобы она в ручках держала этот кузовочек, как вот вам больше нравилось. И таким образом куклу делали для того, чтобы у вас дорога была легкой и счастливой. Всего вам наилучшего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова